Полезный город Наша компания работает уже более 30 лет За это время в нашей стране происходили разные события Но несмотря ни на что Мы всегда стремились меняться в лучшую сторону Расширяли производство и ассортимент продукции Модернизировали оборудование И вместе с этим всегда следили за качеством выпускаемой продукции Именно поэтому нам столько лет доверяют наши покупатели Матрасы, которые вы предлагаете, вы сами производите? Да, мы сами производим У вас свое производство в городе Кирове То есть в случае, если вдруг какие-то вопросы, не дай бог, возникнут Или может быть что-то дополнительное к этому матрасу нужно будет сделать Это все можно сделать прямо здесь Конечно, обращаются к нам в салоны, в магазины Мы все решаем на месте А вот выбор направления, скажем так Выбор сферы, в которой работает ваша компания Это осознанная история? Почему именно товары для сна? Почему именно матрасы? Это давняя-предавняя история В конец 90-х годов было мебельное производство Кровати выпускали и попутно выпускали матрасы То есть начинали с нескольких моделей В процессе долгих лет Кровати упразднились Ну и ассортимент увеличивается Всех товаров, которые связаны со сном А я правильно понимаю, что вот это связано с тем Что в последние годы, может быть в последние десятилетия Может быть чуть-чуть побольше Люди стали все-таки уделять внимание качеству сна Ну вот мы помним, в советское время Наверное, достал диван Стоял очередь за ним в мебельный магазин Счастлив, и вся семья на этом диване выросла Сейчас все-таки по-другому все происходит Да, люди особенное внимание уделяют В том числе и вот этим элементам интерьера Да, все верно Сейчас люди стали больше внимания уделять Именно на чем они спят Раньше действительно диваны Пока он совсем не выйдет из строя Люди на нем спали, сидели Сейчас люди очень много вопросов задают И часто ищут матрасы В приоритете То есть диваны берут в основном люди Кому нужны там однокомнатная квартира И нет другого варианта поставить диван Когда уже приобретают какое-то побольше жилье И детям очень часто тоже тщательно выбирают Соответственно с рекомендациями, с пожеланиями Раньше не было такого выбора матрасов Сейчас, поскольку спрос есть, соответственно И в ногу со временем идут производители И люди сами интересуются, покупают, выбирают Если мы говорим об ассортименте У вас представлен достаточно широкий ассортимент Различных матрасов Сколько всего моделей вы предлагаете? Более 80 моделей у нас есть сейчас в ассортименте Любую модель можно заказать То есть не все они есть в наличии Но большинство мы держим Те, которые наиболее популярны Наиболее часто спрашиваемые Конечно, их держим на складе В этом плюс Потому что часто сталкиваются Приходя к нам покупатели с тем Что нужно заказывать где-то, что-то ждать Даже если матрасы идут под заказ Поскольку производство у нас здесь в Кирове Соответственно сроки у нас меньше Во-вторых, мы заявляем один срок По возможности, конечно, мы стараемся делать все быстрее Тут только зависит от спроса Если очень много заказов Конечно, какой-то срок нужно будет подождать Но он не длительный Ну, примерно сколько? Стандартный срок, заявлено две недели Это если нет в наличии? Это максимально, да О том, как выбрать правильный матрас Мы поговорили в предыдущей программе О том, какие они бывают Можно послушать эти выпуски на нашем сайте эхакирова.ру Это очень индивидуальная история Нужно учитывать ряд факторов Это и возраст, это и вес Это и частота использования матраса И какие-то личные предпочтения И даже рекомендации врача А сегодня будем разбираться в том Как грамотно выбирать товары для сна Подушки, одеяло, постельное белье Тут, оказывается, тоже есть свои секреты И компания Sunlight тоже предлагает Широкий ассортимент Можно выбрать в зависимости от ваших предпочтений Если говорить о подушках, Ирина Маратовна Вы предлагаете, если я верно помню И классические подушки, и ортопедические Да, верно, подушки у нас есть как классические Размерами 50 на 70, 70 на 70 То, к чему мы привыкли Есть подушки с бамбуком, с эвкалиптом Пользуются спросом Также есть подушки в чехле из хлопка в тике Есть чехол съемный, есть несъемный Тут кому как нравится То есть кто-то хочет большую подушку, хорошо набитую Кто-то может считать, что она великовато Они берут себе со съемным чехлом Они могут себе убавить Захотелось добавить А вот зачем нужен съемный чехол Я все время думала, а зачем это? Думаю, чтобы стирать было, может быть, проще, да? А оказывается, это для шагов В первую очередь для комфорта То есть все равно со временем Немножко подушка слежится Это не значит, что она придет комками Как раньше у нас были холофайбер, который был шариками Или чем-то еще Нет, она просто немножко будет поменьше В этом случае вы можете этот наполнитель добавить Для этого делается чехол на молнии Есть подушки анатомические Они разной формы И несут в себе разные функции Их точно так же нужно подбирать, как матрасы Точно так же приходит к нам покупатель Мы предлагаем ему лечь на подушке Зависит от того, как человек спит На боку или на спине Нужна ему выемка под шею Или ему не нужна Есть подушки с валиками Есть классической формы Их очень много Их больше 10 моделей Есть детские Есть для путешествий в дорогу Рогалик Они тут из классической пены И шьются в двух чехлах То есть первый чехол хлопок Он несъемный Второй чехол велюр Это все у нас идет хлопковая Не синтетика То есть подушку ты выбираешь Ну вот насколько я понимаю Анатомические подушки Это история Немножко более дорогая Чем обычные подушки Выбираешь не на один год Поэтому для того, чтобы понять Удобно тебе, неудобно Приходишь точно так же В магазинной компании Сонлайт Как мы говорили Обращаешься к продавцу-консультанту Выдают несколько видов подушек И говорят Прилягте, пожалуйста Да, сначала выяснят Еще есть формула для расчета То есть для того, чтобы подобрать подушку Нужно знать диаметр шеи И длину плеча Чтобы правильно подобрать Чтобы вы спали в правильной форме Голова была ни книзу Или ни кверху Конечно, подушки Кому-то сначала бывают непривычны Но они потому, что более жесткие Ведь, да? Чем вот эти вот подушки 50 на 70 Они в принципе То есть понимаете Когда вы спите на подушке Которая классическая В основном голова немножко вверх Когда вы ложитесь на ортопедическую подушку Вы лежите прямо Это бывает немножко непривычно Но человек, который спит Начинает спать на подушке ортопедической Значит, так бывает Что он потом не может спать Уже на другой подушке В форме прямой он спит Да, то есть они удобны С точки зрения заботы О своем самочувствии О качестве сна Ортопедические подушки Все-таки более правильная история Да, они более правильные Шея у вас не загнута Когда вы спите, да? В естественном положении Находится тело В естественном положении А подушки компания Sunlight Тоже производит в Кирове, да? То есть это тоже ваше производство? Да, мы сами их шьем А вы, когда выбирали, да? Сколько их будет? Какие-нибудь рекомендации Какие-то учитывали Специалисты в том числе? Мы для поддержания ассортимента Вводили новые-новые подушки То есть, допустим Есть подушка, которая используется Если человек спит на спине Она идет одной формы Если человек спит на боку Это подушка другой формы Есть подушки с валиками Есть подушка классической формы Они просто разные Человек подбирает каждую свою То есть, если человеку она подошла И человек на ней высыпается И ему удобно Значит, она правильная для него Опять же, личные предпочтения Плюс, возможно, еще и рекомендации врача Та же самая история, что и с матрасами, да? Детские подушки есть То есть, деткам в зависимости от возраста Как мы привыкли раньше Класть пеленку под голову Сейчас есть тоже Разные высоты подушки То есть, валики Они тоже идут разные высоты Что на детские, что на взрослые подушки Купили подушку С одной стороны валик К примеру, 10,5 см С другой 12 см Вы уже дома будете смотреть Как вам удобнее То есть, вы можете лечь на одну сторону Мы можем перевинуть Вам будет удобнее Мы говорили с вами про матрасы Говорили о том, что хороший матрас Может прослужить 10 лет Ну, вот такой средний срок службы, да? Подушка анатомическая, ортопедическая Сколько служит? Как часто нужно менять? Подушка служит очень долго Если её не мочить Не мочить и не выкладывать на солнце Под воздействием воды Она теряет свои свойства У неё вязкая эластичная пена То же самое и мемориофом То есть, вы точно так же ложитесь И под воздействием тепла вашего тела Подушка принимает форму вашей головы То есть, вы не до конца провалитесь Но вы опуститесь на какое-то там расстояние Если вы её замочите Она утратит свои свойства Всё То есть, она, в принципе, очень долго служит Если аккуратно с ней обращаться Если говорить про одеяло Одеяло – это тоже важный элемент нашего знания Тоже бывает разными Одеяло бывают с различными наполнителями Верблюжья и вечья шерсть Они считаются чуть теплее, чем растительные наполнители Также есть у нас одеяло бамбук, эвкалипт, хлопок, лён То есть, достаточно тоже сейчас популярные наполнители Одеяло все тёплые Они, конечно, тоньше То есть, раньше ватные одеяла были толстые, громоздкие Но, да, люди ещё просят такие тяжёлые Сейчас таких одеял нет Эти одеяла лёгкие Но они от этого не менее тёплые Люди не мёрзнут А бывает такое, что люди выбирают одеяло по сезону? То есть, приходят и говорят Вот мне надо одеяло на лето, например, да? Или наоборот У меня там зимой холодно в квартире Если холодно, берём верблюжья, вешающую шерсть Они всё равно теплее Эвкалипт, хлопок, бамбук, лён Они стандартные одеяла Обычные стандартные одеяла Если нужно на лето, если дома тепло Можно взять облегчённое одеяло Оно будет потоньше И вы под ним тоже не замёрзнете Также у нас есть для взрослых и для детей Одеяло покрывало Они ещё тоньше Ими можно укрываться Ими можно застилать кровать Они простёганы То есть, берём поплин Это хлопок стопроцентный Можно стирать в стиральной машине И можно укрываться без пододеяльника Одеяло с синтетическим наполнителем Можно стирать в стиральной машине Одеяло верблюжья Все одеяло можно стирать в стиральной машине Мы выдерживаем температурный режим 30 градусов Есть ли какие-то рекомендации Например, если мы говорим об аллергиках Всё-таки они выбирать должны Наполнитель какой-то особенный Или можно любой? Лучше не шерсть в этом случае То есть, если верблюжья, например То с аллергией лучше не выбирать Если человек уверен, что у него аллергия На что-то другое, допустим Он может брать Либо он уже брал и знает, что не реагирует на это Если человек сомневается То лучше не брать с шерстью Есть ли какие-то рекомендации По выбору размера одеял? То есть, понятно, что Есть тоже разные возрастные И весовые категории То есть, если человек крупный достаточно Но он говорит, мне не надо двуспальное одеяло Какого размера он должен выбрать одеяло? Вообще стандартная ширина Полутораспального одеяла Это, наверное, полтора на два метра 143 на 205 143 на 205 Это полутораспальное одеяло Ну, для большого человека, наверное Маловато, наверное Маловато Двуспальное одеяло 172 на 205 Стандартная Евро 220 на 220 Это чтобы ноги не мерзли? Это если в квартире зимой холодно? Людей, кого большие кровати Если кровать на метр 80 шириной Тут уже, конечно, двуспальное одеяло не подойдет Два надо брать, получается Или евро? Есть комплекты Допустим, есть комплекты постельного белья Называются семейные В которых входит, помимо простыни и двух наволочек Два пододеяльника на полутораспальное одеяло И два одеяла надо будет покупать Надо будет купить два полутораспальных одеяла То есть, это тоже достаточно часто встречается Если муж с женой друг у друга одеяло перетаскивают Когда им надоедать мерзнуть Они приходят за семейным комплектом постельного белья И за двумя полутораспальными одеялами Да, и комплекты постельного белья Вы о них сказали В компании Sunlight тоже есть Тоже можно выбрать У вас, насколько я понимаю, в основном все из хлопка Мы используем только хлопок Мы шьем только из поплина и сатина Это хороший хлопок, плотненький такой, да? Хлопок хороший, да Поплина от сатина отличается плетением нитей Сатин визуально более тонкий Более гладкий Но от этого он не хуже То есть, он дороже считается, чем в плену и лучше Мы используем только эти ткани Синтетику мы совсем не используем, не шьем Нам не понравилось Что мы имеем в виду под синтетикой? Поли сатины Например, если мы спим под синтетическим Пододеяльником, да, на синтетической простыне Это мы готовы к тому, что мы встаем И у нас голова как шар электризуется То есть, мы щелкаемся Но это некомфортно, неприятно телу Поэтому хлопок Только хлопок Мы просто сделаем в сторону хлопка Комплекты постельного белья разные То есть, вы уже говорили про семейные комплекты, да? Комплекты постельного белья Стандартных размеров Полутораспальные Двухспальные Евро И семейные В комплектах мы используем как обычные простыни квадратные, да? Так и простыни на резинке 2 на метр 60 стандартные Если мы говорим о комплектах евро Тогда наравне с обычной простыней Обычной стандартной формы мы шьем и простыни на резинке 2 на метр 80 Популярно сейчас, это удобно Простыня не ездит по кровати Она надевается на матрас Фиксированная Да, фиксированная И точно так же можно найти у нас Как наволочки 70 на 70, так и 50 на 70 А вот бывает такое, да, например, ты приходишь в магазин, тебе нравится какой-то комплект Но ты понимаешь, что там 2 наволочки 70 на 70, а подушки у тебя 50 на 50 Я правильно понимаю, что у вас комплекты, например, в двух вариантах представлены? Или можно как-то отдельно собрать, что называется, комплект? Комплекты не всегда представлены в двух вариантах Но если у вас подушка 50 на 70, наволочка 70 на 70, да не так страшно Можно либо обрезать наволочку, либо подогнуть Гораздо хуже, что если вам понравился комплект, и там наволочка меньшего размера, а подушка большего Но есть выход, можно купить новую подушку и заменить. Может, вам уже пора её менять на самом-то деле. То есть вы продаёте комплектами? Комплектами. Но вот у нас было введено, мы привозим однотонный сатин. И есть такое у нас понятие, как «собери себе комплект». Отдельно пошиты наволочки, простыни и пододеяльники. Сейчас же модно, когда однотонные, кому-то надо разного цвета, кому-то надо одинаковый весь комплект. Там уже человек по желанию приходит, то есть достаточно даже популярно. То есть есть комплекты постельного белья в определённых расцветках, да? И есть отдельно пошитые наволочки, простыни и пододеяльники тоже разных размеров, например, наволочки и разных цветов. Но однотонные. Человек приходит и набирает себе такую корзинку, да? Как он хочет? Он хочет бежевые наволочки с простынёй и шоколадный пододеяльник. Или он хочет себе жёлтую простыню и, допустим, зелёные наволочки с пододеяльником. Это как вот он захочет. И есть у вас комплекты для детских кроватей, насколько я понимаю, вот эта история, она не очень распространённая. Да, сейчас очень много, очень часто спрашивают, покупают кроватки, имеют 60 на 80 размером. Это такие кроватки промежуточный размер, от 3 до 7 лет примерно. То есть когда ребёнок уже в ясельную кроватку, в маленькую вырос, с детской вырос кроватки. А до двухметровой вроде как ещё не дорос, либо пока родители живут в каком-то ограниченном пространстве, так скажем, какой-то меньшей квартире. Бывает часто такой, да, до комнатной квартиры. Да, и некуда ставить. Ну, либо двухкомнат. Не хочется ставить сразу большую кровать. Очень часто сейчас берут кровати такого размера для детишек, которые до школы. Соответственно, бельё ясельное, которое идёт в маленькую кроватку, оно для такой кровати мало. А полутораспальные комплекты, они всё равно велики. И одеяло для таких детишек тоже берут не полутораспальные, а ещё пока 110 на 140, то есть маленькие. То есть был запрос от покупателей, потому что востребовано такое бельё. Продавцы-консультанты стали пожелания высказывать, что люди спрашивают. Давайте сделаем. И вот у нас стала такая дилемма, что мы вроде как не можем удовлетворить в полной мере запрос. Мы стали шить комплекты постельного белья, у которых ещё маленький пододеяльник и маленькая наволочка 40 на 60, которую деткам берут. Но простыня там увеличена, то есть она как раз подходит под данный вид матраса. И такие комплекты у нас стали спрашивать довольно часто. Их берут, и расцветки там детские очень красивые, мы их пополняем постоянно. И выборы есть во всех магазинах, очень хорошо их берут. Давайте напомним, в какие магазины можно прийти покупателям, которые хотят не только красивое, но и качественное бельё приобрести? Всю нашу продукцию вы можете купить в любом из наших шести магазинов по адресам Сурикова 33, производственная 29, УПИТА 7-1 на Красной Горке. И в торговых центрах нашего города торговый центр «Мебель» на Герцена 88, в торговом центре «Мегадом» и также в торговом центре «Феликс» на Держинского 68. Весь ассортимент продукции представлен в каждом торговом центре? В каждом торговом центре представлена наша продукция. То есть выбираете ближайший к вашему дому торговый центр, либо магазин, идёте, продавцы, консультанты помогают вам выбрать постельное бельё, подушки, одеяло. Обязательно помогут. И матрас. И матрас. Если вы всё-таки задумались о том, чтобы качественно спать, если нужно, либо по рекомендациям врача, либо сами вы уже к этому готовы. Потому что, конечно, диваны бывают хорошие, но вот кровать с матрасом, это, мне кажется, такая уже история, очень вдохновляющая, что ли, даже. Но если мы коснулись всё-таки диванов, то для людей, которые спят на диване, у нас тоже есть предложение. Бывает часто, что диван неровной поверхности, то есть перепады идут. Можно приобрести на матрасник топпер с наполнителем, который кладётся на диван, поверхность выравнивается, то есть там используются те же наполнители, что и в матрасах точно так же. Тут предпочтение жёсткие, средне-жёсткие, мягкие, какое хотите. И когда спишь на диване, тоже можно спать комфортно, более комфортно. Это тоненький такой, небольшой матрас, который кладётся сверху на спальное место. Да, такие тоже мы производим. Тоже своё производство в Кирове. И есть, конечно же, доставка у вас, я так понимаю. Доставка по городу тоже есть, ну и по ближайшим населённым пунктам. В черте Кирова и пригороды. Спасибо большое с Ириной Окуловой. Мы сегодня говорили начальником отдела розничной торговли компании Sunlight. Напомню, что компания Sunlight работает в нашем городе уже больше 30 лет. Огромное количество отзывов покупателей. Спасибо вам большое за экспертное мнение. До свидания. Спасибо вам. Ждём вас среди наших покупателей. Полезный город.